Друзья мои, присоединяйтесь. Я пишу эфир. Название эфира «Зеленый день с Малаховой». Вот так вот. Это будет именно так. Прикрепляю комментарии. И пока вы присоединяетесь, я готовлю для нас потрясающую песенку, под которую мы сейчас с вами будем танцевать. Видите, не подготовилась заранее. Не подготовилась. Всем привет и приятного аппетита! Сегодня будем с вами вместе ужинать, потому что сегодня зеленый день. Покажу, что у меня на ужин. Дело в том, что я весь день промоталась и по-нормальному поесть так и не смогла. Так, ну что, где у меня тут мой зеленый день? Ну, подожди, это хорошая тоже песенка. Присоединяйтесь, пожалуйста. О, кстати, а вы видели эту новость? Ха-ха! Как только вы воль... Ой, подожди! Ну что же ты меня сбиваешь? Надеваешь. Сейчас. Зеленый. Вот как вы только вводите в поисковик зеленый день, смотрите, сразу выходит зеленый день с Ольгой Малаховой. Сразу, потому что это модный тренд. Всем привет! Сегодня мы будем с вами вместе ужинать. И это прекрасно! И это прекрасно! Ну что, кто слышал мою песенку? Руколая авокадо. Сегодня зеленый день. Яблоко, киви и долька лайма. Мой зеленый кафе. Это вкусно, врук, добры, смузи на перес. Заботы о теле. Я симпатяга, здоровьем, горой, все входит. Все, что дом на ней. Зеленый день. Вечка, жить, боя, вечна, Ом. Конечно, я за. Кто хочет выучить? Всем привет! Сегодня мы вместе будем с вами ужинать. Сегодня среда. Сегодня среда. И по средам я объявляла, что у нас зеленый день. Почему в среду? Да на самом деле ни почему, вы можете это сделать в любой день. Просто поверьте, если один раз в неделю вы сделаете себе такое питание для молодости, омоложение, оздоровление и естественный детокс ваших клеток, то ваше тело вам скажет спасибо. Лицо будет выглядеть по-другому. Уйдут лишние килограммы. При этом вы нисколько не будете голодными. Давайте я вам сейчас покажу свой ужин. Кстати, напишите, пожалуйста, среди тех, кто меня сейчас смотрит, кто сегодня делал со мной зеленый день. На самом деле его не обязательно делать по средам. Просто среда – это день Меркурия. У Меркурии цвет зеленый. Я решила сделать, что зеленый день у нас будет по средам. Это середина недели. Можно и подготовиться за понедельник, вторник, купить себе продуктов. Их огромное количество продается в магазине, как свежих, так и заморозка. А можно также выращивать на подоконнике. Здесь я, к сожалению, в этой квартире не покажу, как у меня растет микрозелень и зеленый лук. Здесь называется вот что Бог послал, то я вам сейчас и покажу. Так, Алина пишет, это стало образом жизни. Отлично. Лена пишет, я, супер. Рената, делай зеленый день на обед каждый день. Но это не зеленый день, это просто у вас зеленый обед. Зеленый день – это значит завтрак, обед и ужин. И все из продуктов зеленого цвета. Я вам сейчас покажу свой прием пищи. Вероника, отлично. Кстати, Вероника, напишите мне в скайп, как ваши дела. Про котлеты сейчас все расскажу. Ну, смотрите, на самом деле меня сейчас смотрит не много людей, но среди тех, кто меня смотрит, уже есть те, кто со мной давно. Давайте я вам немножко расскажу предысторию зеленого дня. Когда-то давным-давно у меня была экзема. И экзема покрывала все мое тело. А также была непроходимость кишечника. У меня был загиб желчного пузыря. И много-много проблем со здоровьем. Потом я сдала анализ на пищевую непереносимость. И вы знаете, и вы знаете, что мне, оказывается, можно было в тот период, согласно анализам, есть несколько продуктов, всего лишь несколько. И эти продукты имели зеленый цвет. Поэтому я однажды целый месяц сидела на продуктах, которые имеют зеленый цвет. Это брокколи, это кабачок, это огурец, это киви. И что-то еще. Я была экземником, и поэтому мне нельзя было есть ничего оранжевого-желтого. Но обычно, когда при любых видах аллергии, и не разрешают есть ничего цветного. Отлично. Значит, первые дни у меня был сплошной бунт. Что такое сидеть на кабачках? Что такое сидеть на брокколи? Я ненавижу эти продукты, я их не ем. А что мне делать вообще зимой? Я анализ сдала, по-моему, в феврале. И тогда еще не было продуктов зеленого цвета, которые можно было снять, ну, снять прямо с грядки. В общем-то, и вы представляете, я целый месяц изучала эту тему и развлекала себя тем, что искала интересные рецепты, придумывала свои рецепты и делала блюда вкусные из продуктов, которые имеют зеленый цвет. Вот. Поэтому потом мне все очень, все мне очень понравилось. Это стало моим образом жизни. Ну, и еще этот месяц я не только изучала рецепты, но и как врач изучала, что же полезного есть в данных продуктах, как их полезно сочетать, что из них полезно делать, как сохранить вот этот колораж и сохранить белки, жиры и углеводы, чтобы питание было полноценным. При этом я не являюсь вегетарианцем, ну, то есть мне на самом деле животных не жалко. Можете закидать меня кожаными тапками и кожаными сумками. Я ношу зеленые, ой, зеленые, кожаные вещи. Я единственное не ем мясо, ну, это у меня есть, ну, свои особенности, и свое понимание того, сколько мяса есть, и как есть не ем рыбу, не ем животную молочку. Ну, есть у меня такие особенности организма, и вы знаете, я от этого совсем не страдаю, нисколько не страдаю. А вот с зелеными продуктами стало очень интересно. Дело в том, что я, отказавшись от всех лекарств, у меня начала проходить экзема. У меня плюс еще дополнительные практики, это помогло мне избавиться от спаев в кишечнике. У меня начал работать кишечник. Я, наконец-то, сбросила там дополнительные 10 килограмм. При этом я не голодаю, а я ем, ну, на самом деле, можно есть тазами. Вот смотрите, вот смотрите, вот это мой ужин. Сейчас я вам его покажу. Сейчас я вам про него расскажу. А еще очень много рецептов есть на моем канале YouTube, и еще у меня есть маленькая книга с моими любимыми рецептами. Там завтрак, обед, ужин, первое, второе, третье, компот и даже десерт. Потому что десерты можно делать очень вкусные, например, чизкейк из авокадо или шоколадный мусс из авокадо. У вас основное все равно идет продуктом из зеленого цвета. И на самом деле я вот даже салат приготовила из капуста, огурца и зелени. Вот такой у меня ужин. На завтрак я пила смузи. На обед, но я сегодня ничего не ела, поэтому я буду совмещать обед и ужин. И вы знаете, на самом деле здесь есть все, и можно было бы еще и больше съесть. Основная наша задача – жевать. Полноценно, хорошо жевать. Не меньше 30 раз. И посмотрите, вы это все на самом деле не съедите. И тут я еще приготовила, что можно еще приготовить, и что я обычно добавляю, какие варианты есть. Вы идете в магазин и видите кучу всего. В общем-то продукты зеленого цвета, что нам дают? Нам дают растительные жиры. Это растительные белки. И это полезные, долгоиграющие углеводы, которые на самом деле хорошо тренируют нашу поджелудочную железу. Которые очищают наш кишечник. Которые способствуют тому, что наша печень разгружается, и это способствует желчатоку. А желчь принимает участие в липидном обмене нашего организма. Значит, все те жиры, которые вы съели вчера, позавчера, все это переработается и уйдет на строительный материал и на энергию для наших митохондрий и для наших клеток. Вы будете при этом чувствовать в себе легкость, бодрость, такое великолепие полное в теле. Вы не будете испытывать никакого дефицита, ни микроэлементов, ни питательных веществ. Но у вас не будет расти живот, у вас не будет проблем с пищеварением. У вас будет хорошо разгружаться и хорошо работать печень, потому что печень это наша губка для токсинов, для продуктов распада и внутреннего производства. И вот печень очень любит продукты зеленого цвета, какие бы мы с вами не взяли. Ну давайте, интересно посмотреть, что я буду сегодня есть на ужин. Это вот такое спонтанное, не стала вам показывать, как это готовлю, у меня рецептов реально очень много. Вы можете зайти на мой канал YouTube и посмотреть. Это не сырое, это все приготовленное. С чего вы взяли, что это сырое? С чего вы взяли? Можно есть сырое, можно есть запеченное, можно есть ошпаренное, ну не ошпаренное, а припущенное. Прямо 5 минут на водяной ванне. Я делаю очень вкусные, очень вкусные брокколи. Брокколи у меня хрустящие остаются. С чесночком это замечательно. Я не сыроед. Зимой быть сыроедом и фрукторианцем невозможно. Если вы живете в Иркутск, Пермь, Красноярск, там где всегда холодно, вы не сможете быть сыроедом и все время быть на холодных продуктах. Обязательно надо теплое. У меня здесь теплый суп. Теплый суп. Но пока я с вами болтаю, он у меня может остыть. У меня здесь чаи. У меня здесь теплое, ну тоже, наверное, уже была теплое. Это все в заморозке. Это можно купить либо в заморозке, либо так, свежее. И быстренько ошпарить. Все хрустящее. Это сегодня я сделала пхали. Пхали из шпината с грецким орехом. Как же я люблю. Это же вообще какой-то космический космос. Бабическая бомба. И вы знаете, что-то мне очень захотелось натереть капусту с огурчиком и зеленью. Вот как вы думаете, если у вас будут такие блюда на столе, вы останетесь голодными? Поверьте, это не диета. Это питание. Вы не остаетесь голодными. Вы ни в чем себя не ущемляете. Вы едите. Вот у меня, пожалуйста, первое. Вот у меня, пожалуйста, второе. Десерта у меня нет, если честно. Хорошо, давайте, знаете, что у меня будет на десерт? На десерт у меня будет какой-нибудь один из моих травяных чаев. Но вечером, скорее всего, я буду пить вечерний эликсир. Потому что у меня есть еще один чай. А, у меня есть гречишный чай. И еще один у меня есть чай. Мой личный, который я изготавливаю, омолаживающий, но он тонизирует. Травяные чаи будут чудесно подходят. И я съем пару ложечек варенье с фейхоа. Обратите внимание, все именно зеленого цвета. И для тех, кто только присоединился с комментарием «В Сибири на траве не выжать», а я вам ничего не сказала про траву, посмотрите, пожалуйста, эфир с самого начала. И обратите внимание, что и как я ем. Еще раз говорю, если вы будете использовать растительные масла, использовать авокадо. Авокадо сейчас можно купить, и не нужно говорить, что в Сибири авокадо не продается. Окей, у меня есть маш, зеленая чечевица и зеленая гречка. У меня на перекосы, у меня есть даже зеленые макароны. У меня есть даже зеленые макароны с водорослями. Смотрите, абсолютно глютен-фри. Сейчас расскажу, из чего сделано. Кукурузная мука, рисовая мука, амарантовая мука, киноа и водоросли, спирулина. И я это ем, в биомагазине купила песто из базилика. Вот, пожалуйста, еще одна еда. Кстати, песто вы можете изготовить сами, особенно в Сибири. Это масло, кедровое, кедровая орешка и базилик. Для тех, кому не хватает зелени, зелень я показывала много раз, как я выращиваю сама на подоконнике микрозелень. И как я выращиваю. У меня лук зеленый растет, у меня базилик растет. Но на самом деле было бы желание, и все будет расти. Значит, чем хорош зеленый день для тех, кто только что присоединился. Вот пишут, пхали с таким количеством орехов, конечно, орехи здесь будут и как жиры, и как растительный белок. Это факт. Они дают очень много сыквости. Пхали с таким количеством орехов, думаю, даже в Сибири не пропадете. Раз в неделю, ну это 100% не пропадете. Лучше всяких чипсов, да. Я на перекус ем сушеные водоросли, верно. У меня здесь нету сушеных водорослей, а в другой квартире есть, я их чуть-чуть обдаю кипятком и в салат использую. Так. Если я все это съем, у меня начнет пучить живот. Умничка. Очень хорошее замечание. Дело в том, что ваша поджелудочная давным-давно легла спать. И она не переваривает живые продукты. Она переваривает уже полупереваренные, кем-то съеденные и кем-то искусственно созданные продукты, для которых поджелудочная не нужна. Поэтому у нас возникает очень много проблем. Отечность, целлюлит и прежде всего проблемы с печенью. Вот вы меня спрашиваете, как почистить печень. Печень не надо чистить, это орган самоочищения. Печень восстанавливает себя самостоятельно. Самостоятельно, если вы перестаете жрать всякую ерунду. Давайте с вами договоримся так. Вы можете есть на самом деле ту еду, которую вы считаете нужной. И у вас для этого есть 7 дней в неделю. И у вас для этого есть в среднем 10 часов на потребление пищи. И вы можете есть то, что посчитаете нужным. И если вы захотите все-таки помочь своему организму и тело само себя разгрузят, и у вас будет вот в этот день активнее работать поджелудочная. Да, вы поймете, что если пучит живот, первое, у вас не хватает бактерий, которая переваривает эту пищу. Вы их убили давным-давно. Потому что вы едите антибиотики при каждом пухе, при каждом чихе. Нету той микробиоты, которая перерабатывает вот эту пищу настоящую, где вот прям клетчатка хорошая. Второе, у вас не работает поджелудочная железа, потому что у поджелудочной есть две функции. Первая функция – это усвоение сахаров, переработка сахаров. И у многих есть инсулинорезистентность, потому что поджелудочная не работает, причин много. И второе – разделение тех продуктов питания, которые к нам попадают на белки, жиры и углеводы, чтобы дальше они проходили свои биохимические реакции. И следующее, когда у нас попадает в кишечник, то это клетчатка, то это прекрасно, то это питание для нашей микробиоты, это тренирует нашу поджелудочную, это тренирует наш кишечник, очищает от слизи, от каловых отложений. Кишечник тоже называется перистатика кишечника, чтобы она двигалась, кишечник, чтобы вы чувствовали легкость. Отчего же вы будете чувствовать легкость? Не от того, что вы голодаете, а от того, что вы кушаете. И когда вы будете есть еду, то еда будет перерабатываться, и будет вырабатываться энергия на самом деле. В теле вырабатывается энергия, и у вас бодрость, и у вас легкость. Также продукты зеленого цвета, а они абсолютно разные. Здесь есть и брокколи с полезным, особенно для женщин, потому что там в составе есть сульфарафан. Для женской груди, для женского здоровья антиоксидант. Капуста. Мы про капусту можем говорить бесконечно. Капустью. У меня сырая капуста. Сырая капуста. Я только пожмыхала, немного добавив эфирных масел, тоже зеленого цвета, потому что они относятся к специям. Огурчик и зелень. Капуста – это у нас сера, а сера у нас принимает участие. Но сера – это очень важный элемент для нашей кожи. Хотите иметь молодую кожу? Без пигментации, без морщин. Смотрите. Чтобы была хорошая кожа и 40, и 50 лет, кушайте капусту. Не только будет грудь расти, но это источник серы. Дальше. На самом деле, чтобы кушать бобовые, нужна хорошая поджелудочная. Для этого помогает эфирная масса, особенно масса под названием Digest Zen – джен пищеварения. Даже если вы начинаете кушать как бы непривычно, то вы можете использовать одну капельку этого масса и нанести на животик. В составе масла входит мята, фенхель, которая улучшает, является тоником для нашей поджелудочной, помогает нашей желчи, нашему желчному пузырю, и прекрасно работает с кишечником. Очень мягкая. Помните, когда у маленьких деток были запоры и спучивал животик, то им давали укропную водичку. Также входят семена аниса, которые тренируют сфинктеры желудка – верхний и нижний сфинктер. Вот. Значит, обязательно в течение дня пить воду. Вода тут цвета не имеет. Травяные чаи. Можно пить, пожалуйста, чай мачо. Я очень люблю тонизировать и вштыривать круче, чем кофе. Хотя чай мачо в России сложно найти настоящий. Ну, это такой у нас псевдо-чай. Ну, знаете, это лучше, чем ничего. Потому что... Ну, пахнет нормально. Потому что настоящий чай мачо в Японии, а я была в Японии, и там чай мачо прям, знаете, что на вес золота. Это очень дорогой чай, и пьют его по большим праздникам. А у нас в каждом кафе можно найти. Ну, я больше уважаю, наверное, травяной чай, потому что вот он зеленый. Я выбрала продукты зеленого цвета, потому что они гипоаллергенные, потому что они создают детокс, клеточный детокс, внутриклеточный детокс. Очень естественно. Клетка сама себя очищает. Ну, и также многие продукты имеют антипаразитарное свойство, противобактериальное свойство. Они помогают иммунитету через микробиом кишечника и укрепляют весь наш иммунитет и защитные функции организма. Вот. Это кратко. Суп у меня сегодня из-за кабачка, шпината и базилика. Мне он, на самом деле, очень нравится. Я его в блендере пробила. Получился густой, хороший суп. Накидала все, что есть. Ну, мне очень нравится. Я вообще люблю супы-пюре. Можно, знаете, что сделать? Семена тыквы. Тоже ведь зелененькая. Вот. Получится красиво. Кстати, кто страдает по хлебу, мы делаем... Я обожаю такое. Мы делаем булочки из зеленой гречки и зеленой чечевицы. И делаем бутерброды. Очень-очень вкусные. Так. Саша пишет, меня не пучит. Если жую хорошо. Да, очень важно хорошо жевать. Капуста и горох очень важно хорошо жевать. Имейте в виду. Натали пишет. Саша пишет, котлеты из зеленой чечевицы. Ну, мне было лень сегодня готовить котлеты из зеленой чечевицы. Я приготовила грецкие орехи. У меня растут, у родителей грецкие орехи. Они чего-то давно лежали. И я приготовила грецкие орехи. Вот такое пхали. Так. Коплеты зеленой чечевицы. Это фореве. Это очень вкусно. Натали пишет, мне очень нравится зеленый день. Легкость в организме нет голода. Сто процентов нет голода. Вы съешьте вот это все. Так. Дальше. Как пить жидкий хлорофилл? Я не пью жидкий хлорофилл. А как пить написано в инструкции. Я не пью антибиотики. Здорово. Ну, прекрасно. Я очень рада. Нужно ли пить хлорофилл? Я не пью хлорофилл. Яблоки изофруктозы. Некоторые утверждают, что на ночь нельзя. Ваше мнение? Ну, бродить может. Вы же... В общем-то, сладкая перед сном есть не очень хорошо, потому что будет брожение. А если брожение, то отрыжка, будете пукать, и будет вздутие живота. Так, ваше отношение к хлорофиллу ответило. Яблоки и фрукты желательно есть до 17 часов. Я как-то рассказывала это в другом эфире. На что поменять сладости в дни до цикла? На банан, на шпинат, на ягоды кислые, на фрукты. Как избавиться от сахара в зависимости? Начните делать, ну вот хоть раз попитаться, как я рекомендую в своем профиле. На самом деле сахар хотите не вы, а бактерии, колонии бактерий, которые живут в вашем организме, и ваш мозг, которому не хватает приятных эмоций. И вы едите сахар, запиваете это все водичкой, кушаете хлебушек, потому что внутри вас развивается самогонный аппарат. Так, сахар плюс дрожжи плюс вода, получается лалы-лалы-лалы. И у вас всегда хорошее настроение. Это такая компенсация, это такой вот наркотик. Потому что в жизни, наверное, очень много стресса, и ничего вас другое не радует. А меня, например, радует в хале. Я не хочу ничего сладкого есть. Или, окей, съем сладкое, у меня есть фейхуа, в варенье из фейхуа, съешьте ложечку меда, запейте чаем, а лучше найдите то, что будет вам давать дофамин. Найдите радость. Это если с точки зрения психосоматики, а с точки зрения здоровья пропейте, пропейте, пропейте. Да, хотела я показать, наверное, не покажу. Что-то я не подготовилась, хотела сказать, пропейте мой аздоровин. Тоже упаковка зеленого цвета, а у меня ее нет. Куда-то ее утащил, наверное, какой-то другой эфир делал. Пропейте, нужно немножечко почиститься, и от бактерий ненужных в том числе. Так, и сахара хотите не вы, а от колонии бактерий. Где еще... Смотрите, где еще пребиотики? Определитесь, пребиотики, либо пробиотики, о чем идет речь. Так, Ольга, как вы относитесь к капусте квашенной? Прекрасно, только вы должны ее квасить. И это называется ферментированная капуста. На три дня закрываете ее, и она у вас самобулькает. Надо как-нибудь сделать... Надо как-нибудь сделать. Это на самом деле является пробиотиками природными. Как комбуча, как любой вид ферментации. Там бактерии. Я, например, не ем кефир и не страдаю дисбактериозом. Сколько вам лет? Мне 41. Ольга, какие масла вы добавили в капусту? Хороший вопрос. Вы знаете, я в капусту добавила... Я взяла оливковое масло как базу и добавила... Мне очень нравится эфирное масло розмарина, потому что обладает противобактериальным, противовирусным, противомикробным действием. И очень хорошо работает на сосуды, в том числе сосуды головного мозга. Я добавила одну капельку розмарина, одну капельку базилика, одну капельку лайма. Все как обычно из зеленого цвета. Все компания Дотера, потому что это масла терапевтического качества. Их можно употреблять внутрь. Вот. У меня так получилось. Немножечко чесночка. И получилось очень вкусно. Вот правда вкусно. А завтра будет еще вкуснее, потому что больше сока даст. Угу. Так. Так. Вот где взять это масло? А какое масло? О каком масле идет речь? Пишите мне в Директ. Я вам все дам. Тем более сегодня есть супер акция на масло Дайджест Дзен. И получить в подарок масло для метаболизма, чтобы отучить вас от сахара. Пишите мне скорее в Директ. Я вам дам. Одно масло покупаете. И подарю вам второе масло. Вот у кого сахарная зависимость, у кого вообще есть проблемы с сахаром, в том числе и диабет. И у кого есть инсулино-резистентность, тоже очень хорошая. Регулирует уровень сахара в крови. Ну и еще регулирует наши жаруши. Я вас всему научу. Угу. Как вы питаетесь остальные 6 дней? Очень хороший вопрос. Дело в том, что я привыкла к зеленому. Остальные 6 дней я питаюсь разноцветными овощами и разноцветными фруктами. Я очень люблю кино. Правда, я очень люблю кино. И, дорогие мои, вы можете посмотреть, чем я питаюсь. Но не ленитесь. У меня на канале YouTube есть и рис из цветной капусты. И классные десерты. И как я хлеб пеку. Ой, что у меня там еще-то есть? Ну посмотрите, у меня там и роллы есть. Очень вкусные. Ну посмотрите. Ну я не голодаю, честное слово. В другие дни ем разноцветную еду уже, потому что у меня экземы нет как 10 лет. И даже никаких предпосылок к этому не было. А до этого 10 лет была экзема. Угу. Оля, выглядите на 25. Прямо девочка, девочка, очень позитивная. Благодарю. Я страдаю по булкам. Верю. Ну тоже это дружи не хватает. Это может быть и дефицит микроэлементов. Это могут быть и ненужные нам бактерии. Угу. Вот пишет. Согласна со всем? У меня не один день, а три зеленых. Ну здорово. На самом деле один день проведите, пожалуйста, на продуктах зеленого цвета. Один день. Попробуйте. Я понимаю, что это мощный такой удар. Все продукты зеленого цвета, если вы начнете их, а их список очень большой, если вы начнете про них читать, сколько в них пользы, если честно, я никак не напишу книгу. Вот правда. Ну никак ее не напишу. Если вы начнете читать про эти продукты, вы увидите, что в них масса пользы. Вот смотрите, про помидоры спорят, спорят, что посленовые можно, нельзя при аутоиммунных заболеваниях. Про что? Ну, например, про арбуз спорят, там сахара много и так далее. Про картошку спорят, про бананы спорят, про все продукты цветные спорят. Про зеленые продукты никто не спорит. Это самые бесспорные продукты, которые подходят абсолютно всем. И даже если у вас слабая поджелудочная и не работающий уже давным-давно кишечник, то вам нужно совсем, ну, вам нужно помочь своему организму. Я рекомендую, когда новички делают зеленый день, все-таки использовать смесь эфирных масел для пищеварения и попить, например, псиллиум, чтобы вытащило все ненужное. Кстати, вот попейте псиллиум, это шелуха семян подорожника. Одна чайная ложка на стакан воды размешать и быстро выпить, ну, где-то за час до сна. А еще у меня есть такое классное средство, называется Аздоровин. Аздоровин, ну, вот в такой он, ну, что же я не взяла. Посмотрите, я в сторис часто выкладываю, я его пью либо утром натощак, либо вечером натощак. Это каолин, это такая смесь минеральная, которая является природным сорбентом, которая забирает и токсины, и бактерии, и продукцию их жизнедеятельности, и продукцию ваших жизнедеятельностей. Все забирает, в себя всасывает и выводит, и при этом отдает очень главный минерал, который называется кремний. Еще там есть природный цинк, а еще там есть немножко кальция, но самое основное это кремний. Кремний принимает участие в синтезе 70 важных микроэлементов, и один из которых самый важный, это витамин D, чтобы потом был кальциево-фосфорный обмен правильный. Оля, как вы относитесь к кучению Марва Аганян? Прекрасно отношусь, у меня есть все ее книги. Юля спрашивает, Олечка, а банан в зеленый день можно? Да, Юлечка, ну прям как с луны упал, ты же со мной давно. Юлечка, летом мы можем легко обойтись без банана, а зимой нам голодно. Нам зимой хочется, что-то банан я отношусь зимой к нейтральным продуктам, и он еще дает густоту. Вот мы когда с вами смузи делаем, то мы добавляем туда банан, он более густой становится. Рецептов зеленых смузи у меня огромное количество. Еще раз говорю, у меня есть такая книжечка, там что-то 24 рецепта, вам хватит вот так. Можете целый стол накрыть. Вот я же сейчас приготовила, сколько у меня ушло на это? Ну максимум, ну минут 40, наверное, ушло, потому что я готовлю очень быстро. Вот Ольга пишет, сахар, дрожжи и вода, получается беда, да получается самогонный аппарат. С детства борюсь, Наталья пишет, детство борюсь с пищевой аллергией, держу питание, чтобы очистить организм. Хотите рекомендацию, если перестанете с собой бороться и поможете своей печени, а пост про печень у меня написан, что любит наша печень, начнете это делать и аллергия отступит. Потому что аллергия в вашем случае, вот это слово, борюсь с детства, борюсь с аллергией. Вы с детства боретесь со своим собственным телом, потому что вы через свое собственное тело коммуницировали с окружающим миром. Возможно, с родителями, которые были агрессорами для вас, либо с вашими друзьями, где вы не получили поддержку через кожу, через аллергию, вот такой вот, вот такой вот ежик. Прекратите бороться со своим собственным телом, и оно будет вам служить верой и правдой. Это 100%. Какие пробиотики нужны, чтобы переваривались бобы? Пробиотики – это комплекс бактерий, которые есть. Можете любые пробиотики пропить. Мне нравятся пробиотики компании Doterra PB Assist. Считаю их самыми лучшими. И мне очень нравится Нормофлорин. Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу. Вот это вот двухслойная капсула. Мне не нравятся пробиотики. Дайга можете приобрести. Дайга тоже очень хорошая пробиотики. Вот PB Assist. Скрывать не буду, потому что это клиентский заказ. Там двухслойная капсула, которая раскрывается в отделах нашего кишечника. В разных отделах кишечника. И заселяет таким образом. Кстати, вот эта вот пара прекрасная. GX Assist с эфирными маслами. Тимьян, орегано, лимон, мята, лемонграсс. Детокс прекрасно работает, если у вас цистит, молочница, любое проявление кандиды, аллергии, экземы в том числе. И вот эта пара работает как мощнейший детокс. Противовирусный, противобактериальный, противогрибковый и даже противопаразитарный. Вот. Я обожаю эту пару. И назначаю ее своим клиентам. И также вот эфирное масло Дайджи Зе на животе. Кстати, вот это вот масло, оно работает и с детками. Если нужно избавиться от глистов, посмотрите, у меня есть прямой эфир, где мамочки рассказывали про своих деток и рассказывали про их глисты в том числе. Так, когда вы едите завтрак и нужны ли перекусы? Я завтрак ем после тренировки в 8 утра, а каждое утро я провожу тренировку. В своем закрытом профиле вы можете принять в ней участие. Затем я принимаю душ и затем я завтракаю. Но перед тренировкой я выпиваю оздоровин, во время тренировки я выпиваю воду, после тренировки я выпиваю воду, потом я иду в душ, после душ выпиваю воду, где-то у меня утром уходит 4 стакана воды. Вода 150-200 миллилитров, формула воды вы мою знаете, и свою тоже, я надеюсь, знаю. Вот, и, 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 и что, и что, и что, и потом я завтракаю. Я завтракаю либо Оли на кашу, либо смузи, потому что что-то быстрое я съедаю. Я очень люблю кашу из полбы, я очень люблю кашу в кино с тыквой. Вот, вот вам рецепты, что я ем. И, кстати, все свои рецепты, у меня даже в профиле есть рецепты. Посмотрите. Ну, наверное, в 9 часов я завтракаю, и потом я начинаю работать. У меня работа начинается либо в 9, либо в 10 часов. А обедаю я поздно. Обедаю я, ну, может быть, в 15 часов, может быть, в 16 часов. И я ем 2 раза в день, и, может быть, у меня будет перекус. Ну, например, я вечером, если вот мне захочется, я попью чай с ложечкой фейхоа. Или, смотрите, что у меня тут есть. Ну, как бы вы видите мою реальную жизнь. У меня там есть орешки, а вот это в дегидраторе у меня сушеные яблоки. Домашние, садовые, сушеные яблоки с лета. Так, никакой химии. Вот, щеком попить будет очень хорошо. Так, Ольга, из-за чего экзема может быть на руках? Почему она появляется? Зеленые продукты снимут ее. Только зеленые продукты ее не снимут. У вас нарушен липидный обмен. Возможно, есть паразитоз. Да, кстати, если есть необходимость, то приходите. 22-25 числа я объявила 2 дня консультации с 50% скидкой. Вы мне расскажете, что вы едите, какие у вас отношения со своим телом, со своим там молодым человеком, с мужем, с окружающим. Там ваше предназначение. Сколько воды вы пьете, какой у вас дефицит микроэлементов, какие вы витаминки пьете. И я вам прям расписываю протокол, что вы будете делать. Знаете, и с экземой тоже мы можем поработать. В том числе. Так, говорили про чесночный мед. Вы его сами делаете? Нет, я его сама не делаю. У меня есть тыквенный мед, мне его вполне достаточно. Покажите про капусту. А что про нее показать про капусту? Вот капуста. А что про нее показать? Я живу в Италии, тут есть разная мачка. Скажите, пожалуйста, как выбрать хорошую? Вы едете в Японию, покупаете там мачо за очень дорого. Мачо чай стоит очень дорого. Я не умею разбираться, но как бы я не специалист в чайных церемониях. Ничего про чай мачо вам не подскажу. Я знаю, что у нас в России чай мачо дешевый. Но это не тот чай мачо, про который мы говорим. Мачо это порошочек из верхних лепесточков, молодых-молодых росточков. Скажем так, чай мачо это микро-зелень куста. Микро-зелень. А, расскажите, как квасит капуста. Так, у меня и сына сахарная зависимость. Какое масло для метаболизма? Пишите, масло для метаболизма сегодня идет в подарок. Как раз вам нужно масло на животик, вам и сыну. И в подарок вам пойдет вторая смесь, которая называется дерзкие и стройные. Очень люблю зеленые жесткие бананы. Важно ли какие? У каждого вида банана есть, фазы спелости банана, есть свои плюсы и минусы. Так. Ой, какая вы красавица, да еще при таких взрослых доченьках. Ой, благодарю, мне очень приятно. Я люблю получать комплименты. Вета пишет, я с вами тоже устраиваю зеленый день. Да, отлично. Мясо или курицу вы едите? Нет. Ну, если есть, то точно не курицу. Если курицу, то когда я приезжаю в гости к своим родителям, то они берут домашнюю курицу. Она очень худая, она такая жилистая, ее не съешь. Они из нее делают бульон. И мама мне делает овощной суп. Это то, что я могу съесть. Это первое. Второе. Курицу покупную я не покупаю, потому что она вся напичкана всяким говном. Я надеюсь, вы это понимаете. Курица – это то животное, которое очень сильно и много болеет в скоплении. И ее накалывают и гормонами роста, и антибиотиками, и всякой гадостью. Нет, прям, извините, нет. Уж лучше перепелку могу. Перепелку. Груша-конференция слишком, наверное, сладкая для зеленого дня. Ну, если она вам нравится, то возьмите, скушайте. А на завтрак что можно зеленого съесть? А я же вам рассказывала. Каша из зеленой гречки, зеленый смузи. Ну, вот это вот самое популярное, что вам... Бутерброд, хлеб вы печете из зеленой гречки, из зеленой чечевицы, намазываете на нее авокадо и посыпаете либо зелень, либо микрозеленью. Все рецепты есть на моем канале YouTube, и рецепты есть в моей мини-книжке. Напишите мне, я вам ее пришлю. Так, яйцо куриное. Как вы к ним относитесь? Я яйца куриные не ем, если что, очень редко перепелиные. У меня, потому что в холодильнике есть перепелиные яички, я даю собаке. Когда в гости приходит собака, моя дочерь, мой собака-внук, то я одно яичко даю. Ну, там яичницу особо не сделаешь, но иногда могу сделать, знаете, такой вот бутерброд, опять же, из бездрожжевого хлеба, туда одно яичко. Это не каждый день и только перепелиные. Но я добавляю в выпечку псиллиум вместо яиц. Я использую псиллиум. Помидоры тоже ведь есть зеленые, изумрудные. Но нет. Нет, я таких не знаю. Так, скажите, пожалуйста, как экземы, кроме диеты, рассказала? Где вы покупаете псиллиум? Во всех магазинах продается. В интернете купите. Так, помидоры, как можно без них жить? Легко. Один день в неделю можете легко без помидоров прожить. Какие масла показаны кишечнику? Дальше с Дзен. Сегодня как раз акция. Пишите мне, пожалуйста, в директ. Сейчас я выложу истории. И в директ мне напишите. И я вам масло для кишечника, поджелудочные печени, я вам пришлю. Еще получите в подарок пищевой зависимости. Какие прививки ставить деткам, а какие лучше не ставить? Я врач антивозрастной медицины. Я не занимаюсь детками. Сколько пить псиллиум? Две недельки попробуйте попить, будет хорошо. Сразу нормализуется стул, будете чувствовать себя лучше. Ну, до месяца можно. Аздоровин где можно купить? Аздоровин видите в интернете, аздоровин. И сразу найдете. Я являюсь его, ну, то, что я придумала. Я являюсь производителем, и я являюсь продавцом. Аздоровин можно купить в моем магазине воду в лицо. Так, банан такой тяжелый. В каком смысле? Во-первых, не обязательно съедать целый банан. Во всех моих рецептах стоит половина банана в день. Это нормально. Псиллиум тоже в выпечку можно. Можно вместо яиц. Сельдеря, огурцы, яблоки, гольден, крупы зеленые. Верно. На каких маслах готовится пища? На виноградной, масло виноградной косточки, на кокосовом масле и на масло кхим. Так вы относитесь к домашнему хлебу на закваске. Прекрасно. С чего начать избавление печени от жирового гипотоза? Ну, прежде всего, с питания и с поста, что любит наша печень. Еду я вам про печень сказала. Олечка, как питаться, какие бады пить и какие тренировки делать при гипертонии в 34 года? Ах, вы моя умничка. Гипертония в 34 года – это привет от вашей печени. Пост про печень написан. Бада для печени пить витамин D, омега-3 и куркумин плюс. Называется «Трио молодости». Введите в интернете «Трио молодости» и начинаете пить. Обязательно пьете аздоровин, порошочек. Аздоровин утром, а перед сном – псиллиум. Это выведет все ненужное и напитает всем, что нужно. А тренировки при гипертонии делать в мои утренние 8 часов утра. И дыхательный, и поставить спинку на место. И может быть, есть у нас зажим в верхней части позвоночника. И как раз я делаю тренировки для печени в том числе. Гипертония не относится к сердцу. Гипертония относится к сосудам. А за сосуды у нас отвечает наша печень. Поэтому я рада, что с сердцем все хорошо. Ну и печенюшкой это своей займитесь. Где-то есть и воспалительный процесс в том числе. Где-то есть нарушение сосудистой системы. Покажите ближе баночку. Блин, не понимаю. Знаете, сколько сыпется сообщений? Последний ужин в какое время? Последний ужин должен быть в 23 часа. Вы ложитесь спать, значит в 19 часов вы кушаете. Оленька, благодарю за ответ. Я родила в 42-го ребенка. Сидела по два раза в неделю на сыроедине. Вас слушаю и читаю. Все великолепно. Вот это молодец! Олечка, я вами горжусь. Я тоже хочу родить в 42 года или в 45. Хочу родить третьего ребенка. Так. Почему возникает лишая же Бера? Потому что это на самом деле... На самом деле все виды лишая – это тип вируса герпес. То есть это вирус, который живет у вас. Он может наложиться вместе с вирусом Штейнбара, который также живет и повреждает ДНК наших клеток. Вжирается в наше тело. Можно начать вот с этой программы. Либо с нее, либо с эфирными маслами. С питания обязательно. Обязательно по квартету молодости пройтись. Обязательно сорбенты. Обязательно пробиотики. Чтобы организм повышал свои вибрации. Ну, как бы это не в эзотерическом смысле. Чтобы была здоровая пища, живая пища. Чтобы все органы работали полноценно и выполняли свои функции. Как функция метаболизма, как функция детокса, выделительная функция, функция пищеварения и так далее. Отчего может быть сухая кожа по всему телу? Особенно нога в полностью шелушении хлопьями. Ну, может быть, вы там жиры в ней едите. Попейте омегу-3. Поешьте, попейте там, я не знаю, масло черного тмина. Пленное масло. Поешьте олену кашу. Ну, причин может быть много. Но чаще всего это дефицит. Ну и еще вы, наверное, моетесь очень агрессивными шампунями. На влажную кожу можно наносить масло. Ну, например, той же самой виноградной косточки. Значит, сделали пилинг. Сделали пилинг. Отшелушили себя. Купите сухую щетку. Делайте себе по утрам сухой массаж щеткой. Помойтесь. Выбирайте экологические виды гели-ду для душа. Это не в магните надо покупать. Помойтесь таким щадящим мылом. На влажную кожу нанесите масло. Кунжутное масло сыродавленное. Виноградные косточки. Кедровое масло. Прям взяли, нанесли. И потом промокнули полотенцем. После завтрака выпили омегу-3. После ужина выпили омегу-3. Дозировка для вас омегу-3 будет, ну, где-то 2000 мг. Ну, давайте, тысячу-полторы тысячи мг одного приема. Значит, в день вы будете выпивать вот это суммарное. Сзади то, что и ПА, и ДХА. Ну, у вас будет, например, там 2500-3000 мг омега-3. Вот. И посмотрите, как это будет. Я бы еще куркумин бы пропила. В зеленый день можно кальрабия? Можно. Ольшка такая вдохновленная после Байкала. Благодарю. Так, про яйца куриное ответили. Раньше вы меня как-то бесили. Сейчас не могу наслушаться. Обожаю вас. Ирина, кстати, отличное замечание. Благодарю вас. Смотрите. Когда нас кто-то бесит, это наша точка роста. Это значит, когда человек говорит или делает то, что я бы хотела делать, но не могу себе позволить. Ну, например, многих бесят бомжей. Но не потому, что они плохо пахнут, а потому, что мы завидуем их свободе на самом деле. Я про это как-то эфир проводила, а надо будет еще раз с вами поболтать про это. Нас бесит то, что является нашей точкой роста, то, что мы хотим, но не можем себе позволить. Интересно знать, сколько я уже эфир провожу. Климакс растительные гормоны можно, фитоэстрогены, использовать, смотря когда климакс наступил, смотря какие ваши анализы. Есть различные виды фитоэстрогенов и гормоноподобных растений, как и гормоноподобных эфирных масел. Ну, например, шалфей. И, конечно же, питание. Есть целый гормональный протокол по питанию, в том числе и по приему БАДов. Если интересно, то приходите ко мне на консультацию, но с анализами, пожалуйста. Общий анализ крови, витамин D мне нужен и гормональный статус. Мне нравится салат из авокадо в горошек с песто и орешками. Да, сейчас я его покажу. Он у меня был в новогоднем бьюти-гайде. Он, конечно, потрясающий. Да, я не знаю, есть ли он у меня. Это у меня новый рецепт. Кстати, вот собирайте эти все рецепты. Короче, я с вами и не поем совсем. А в 8 часов я уже есть не буду. Вот. Кстати, у меня есть рецепты. Меню на зеленый день. И есть зеленый суперболл. Смотрите. Зеленые гречки, авокадо, шпинат, огурец. И у вас получается вот такой болл. Красивый и очень сытный. Ну, там много всего. А что же есть из мяса? Ну, вы можете из мяса есть все, что хотите. Я просто не ем мясо, и меня не напрягает. Канина очень полезная. Ну, перепелка. Кролик. Кролика никто не будет антибиотиками, потому что он очень быстро размножается. Вот. И что вам нужно из мяса? Да, люди нормально живут без мяса. Растительного белка, вон, вполне достаточно растительного белка. Можете добавить растительных жиров. Так. Ольга, можно ли снять более премесячных 16 лет дочке с помощью эфирного масла наружно? Можно. С помощью эфирного масла и с помощью гимнастики. Какой хлеб лучше есть? Запуталась, что полезно, что нет. Ну, в смысле, покупной хлеб не полезен. Покупной промышленный хлеб с промышленной мукой и промышленными дрожжами не полезно. Можете делать свой на домашней закваске и можете делать свой бездрожжевой рецепт. И хлеба у меня есть. Так. Оля, вы классные? Сегодня с вами первый раз на зеленом дне. Прекрасно. Завтра понаблюдайте, пожалуйста. Сегодня может желчь пойти, поэтому будет стучать в висках лоб. Может стучать, значит, желчь забросилась вверх, а не пошла вниз. Рекомендую для первых, для первого раза всегда во время зеленого дня принимать псиллиум. Как вы относитесь к чесночной воде? Не люблю. При онкологии какие масла нужны? Я онкологией не занимаюсь, но доказанное действие эфирного масла ладана. Высылаете свои продукты в Европу? Да. Ольга, у вас сегодня синие глаза? У меня всегда синие глаза. Вы, наверное, просто не замечали. У меня даже пост про это написано, что у меня глаза синие. Масло гихи вы покупаете или сами делаете? Если у меня мама перетопит сливочное масло, то значит, мне мама сделает сама. Сама я точно ничего не буду топить. Я лучше куплю. Так, как подготовить организм к беременности? У вас, ну, как бы, все возможно. Давайте посмотрим ваши анализы, ваш образ жизни и будем готовить. Трио здоровья можем. Либо есть такой комплексный витамин, называется долгожитель. Нужно понять, что у вас. Хорошо бы вести правильные привычки в виде питания, например, в том числе. Убрать скрытые воспалительные процессы. А что-нибудь от витилиго? Витилиго – это тоже. У нас витилиго, короче говоря, исцеляемо. Я как-то писала вам про витилиго. Мочевая кислота почему-то повышенная. Как можно понизить? Одни и те же вопросы пошли. Марианна в зеленый день, кальрабиум можно. Господи, Ольга, спасибо, что у меня сегодня подстречались. Классно. Овсянку едите? Нет, я овсянку умываю с лицом. Овсянку не ем, потому что считаю, что это псевдопродукт. Климакс. Какие гормоны растительные принимать? Врачи советуют гормоны. Я тоже вам советую гормоны. Но сначала мне нужно посмотреть ваши анализы. Ну, как минимум, радиола вечерняя, радиола розовая, есть растительный прогестерон. Я вам уже говорила про то, что есть шалфей, эфирное масло шалфея. Также, в зависимости от ваших гормонов, можно подобрать и в определенный цикл массы. Например, ланг, магнолию, жасмин, шалфей. Шалфей очень хорошо. Как избавиться от перхоти? Перхоть – это кандида, которая уже вышла на голову. Эфирными маслами прекрасно помогает. Противокандидное питание плюс эфирные масла на голову. Работают замечательно. Оля, скажите, пожалуйста, какие масла помогут от растяжек во время беременности? Необходимо смазывать кожу очень хорошо, чтобы она была эластичная. Берите масло органы, то же самое виноградных косточек. Можно это сделать. От герпеса что можно? От герпеса чистку, от герпеса эфирное масло орегано, эфирное масло чайного дерева. Мариночка, ну вы прям как первый раз. Вы же у меня мой клиент по эфирным маслам, вы же в моем клубе. Войдите в чат, включите поисковик и сразу найдете. Оля, как избавиться от пигментации? Прочитать пост про печень и сделать все процедуры для печени. Розация это кишечник, лечится. Розация это печень, это сосудистые заболевания и бактериальные снаружи. Так, а можно на завтрак кускус? Хотите, ешься, но не на зеленый завтрак. Масло черного тмина, как правильно принимать и про пользу этого масла? Про масло черного тмина вот только ленивый не пишет и не говорит. Вы знаете, прям даже не хочу на это тратить свое время. Информацию вы можете найти в интернете огромное количество. Да, вы можете его использовать как противопаразитарное средство в различных чистках. Масло черного тмина полезно. Кстати, если вам нужно есть капсулы с маслом черного тмина, мне напишите в директ, и я вам пришлю ссылку. Чем его пить, оно не самое приятное. Для поджелудочной что попить? Для поджелудочной, напишите мне, пожалуйста, сегодня супер акция, эфирные масла для поджелудочной железы. Вы будете наносить на проекцию солнечного сплетения, как раз для поджелудочной железы. И второе масло вам придет в подарок. Какой фирмы Омега брать? Напишите мне в директ, и я вам пришлю ту Омегу, которую я пью сама. Овсянку есть можно? Я овсянку не ем. У вас есть дол щитовидки? Не поняла. Так, зеленую грачку проращиваю, отлично. Трецолок назначил БАДы питание нормализовать. Пью. Все это с декабря, результата нет. Можно ваше мнение услышать, почему БАДы не работают в моем случае? Конечно. Ну, записывайтесь ко мне. Еще раз говорю, 22 и 25 декабря, ой, февраля, друзья мои, я объявилась 50% скидкой своей консультации. Так что пишите мне в директ, записывайтесь. По-моему, у меня осталось 4 свободных места. Я снова буду проводить по 12 консультаций в день. Я провожу это и со скидкой, я провожу это и без скидки, потому что на самом деле я работаю с клиентами, с физическим телом, с его психосоматикой, и работаю с его энергией в том числе. Ладно, кофе я не пью. Нет, глаза у вас зеленые, нет, у меня глаза голубые. Пост про это написан. Камни желчные, можно зеленый день соблюдать. У вас питание не должно быть больше обработанное, чем сырое. Эфирное масло, например, эфирное масло лимона, только терапевтического, на зону правого подреберья, изменят структуру вашей желчи, и они начнут выходить. Задержка месячных уже 15 дней. Что нужно делать? Идти к гинекологу, показываться ему, и, возможно, сделать УЗИ. Вполне возможно, что вы беременная. Так, баночку с нормофлорином покажите еще раз. У меня нету баночки с нормофлорином, я ее не показывала. Так, все, вопросов еще больше. Нут хорошо, нут хорошо. А вы знаете, что из нута делается очень полезная такая, полезная еда, которая называется аквафаба. Она взбивается и получается пена, из нее получаются очень вкусные десерты. Почитайте, что такое аквафаба. Рис вы едите? Да, здорово. Рис я не ем. Я могу иногда съесть дикий рис. Белый рис я не ем. Как вы относитесь к молочке? Про молочку ответила. Оля, вы молодец, строчит ответы, как пыли мела. Спасибо, очень интересно и полезно. Как понизить белирубин при синдроме Жильбера? Приходите ко мне с анализами. Я, вот в некоторых, синдром Жильбера – это серьезное заболевание. И нужно все-таки смотреть по анализам. Вы мне тыкаете в воздух, я не возьму на себя ответственность тыкнуть в воздух вам в ответку. Потому что синдром Жильбера, он врожденный, либо измененный. Это такой иммунный ответ. В том числе и надо посмотреть. АЛТ, АСТ, белирубин. Что там вообще функционирует? Что там вообще функционирует в организме? Ваш клуб платный? Сколько? Все мои клубы платные, бесплатные – это только, не знаю, что в нашей жизни есть бесплатно. Все хорошее всегда платное. Вот. Кардамон зеленый от чего? Кардамон прекрасен. Эфирное масло кардамона, я его обожаю. Потому что вот он как раз очень хорошо работает с поджелудочной железой. Он как раз работает прекрасно с точки зрения психосоматики. И аромодиагностики, и аромопсихологии работает с усвоением информации, которая идет извне. Чтобы информация лучше разложилась. Ну и дает такого немножечко, немножечко такого бунтарства. Потому что кофе пьется с кардамоном. А это у нас и работа с гневом, с раздражительностью, липидный обмен, поджелудочная железа и так далее. Против кишечных паразитов не только химия. Не только химия, это вы знаете. Против натуропатии работает прекрасно. Все, дорогие мои, благодарю вас. Надеюсь, вам было интересно. Ну, в общем-то, я, конечно же, это сейчас. У меня уже все давным-давно остыло. Это мой зеленый день. Я реально делаю зеленый день. Я его обожаю. Я его уважаю. Я разработаю эту систему, систему омоложения в виде один раз в неделю вы не голодаете, а едите только продукты зеленого цвета. Очень вкусно готовите и радуете себя. Если будут какие-то вопросы, пишите по данным видео. Я его сейчас вам сохраню. Пишите в директ, либо я буду писать в директ. У меня есть, ну, я, наверное, на каждый ваш вопрос, у меня есть ответы, рекомендации и путь к исцелению. В общем-то, нету неисцелимых болезней. Есть либо неправильный путь, либо вторичная выгода от того, что вы не хотите с этой болезнью расставаться. Все, я вас целую. Пока. Всем легкого зеленого дня, абсолютной легкости, радости и великолепия в каждой клеточке вашего тела. Все, целую. Пока.